Сонно-силикофобия, как-то так написано. Суть боязни в том, что человек сначала чувствует себя комфортно с полным стаканом пива, но по мере уменьшения уровня жидкости у него увеличивается чувство тревоги. Друзья, всем привет! А именно наши 320 подписчиков, которые нас смотрят и лайкают. Друзья, всем привет! Сегодня мы решили подготовить для вас интересный обзор. Мы, наверное, в кадре видно, мы загорелые, потому что мы вернулись с моря. И оттуда мы вернулись не с пустыми руками. Сегодня мы будем дегустировать... Египетское пиво! Египетское... Как там это, помнишь, в этом обороне? Египетская сила! Что-нибудь египетская сила! У нас сегодня классическая Сахара. Это одно из самых популярных... Один из самых популярных вариантов пива, да. И что-то новенькое, я такого раньше не видела. Милстер. Милстер Макс. Короче, какой-то лагерь. Ну, тоже лагерь, да. А он и реже встречается, но, по крайней мере, у этого есть разные вариации. Там и 5, и 12, и 10 градусов. 8, у нас 8. Да, мы решили взять 8, такой нейтральный. Посмотрите, как они делают вообще, в принципе, крепкое пиво. Сейчас из этого получится, будет интересно. Ну, а Сахара, собственно, классический, 4-процентный лагерочек. Лагерочек. Кстати, тут даже пирамида изображена на этом. Да. На этике. Я уже сейчас заметила. Да. Поехали. Поехали. Так, начнем с Сахары. Да. Что, открываешь, нормально не было? А что, открывает? Открывает. У нас сегодня что-то, какие-то веселые бокальчики. В Египте все рассчитано на туристов, бутылочки 0,5. Никак у нас. Тут не экономят люди. На туристах. На туристах. Так, оно точно же 0,5, да? 4% алкоголя. В принципе, такой классический. Такая заметная. Я, получается, сказала. А я повторил. А, ну да. Запахло прям солодом. Заметно причем запахло. Ну да, аромат приятный. На цвет вообще практически прозрачный. Немножко желтизны. Какая зацена. Приятная пена белоснежная. Вообще прям просто. Ну, пока вполне все в стиле лагерка лайтового, летнего. Аромат свежий, такой солодовый. Даже, может, немножко хмели есть. Я хмели не чувствую. Солод прям хорошо так. Приятненько. Аромат приятный. Ну, ничего не скажешь. Пробуем. По мне, практически вкус отсутствует. Да, такая прям совсем лайтовая водичка. На финише немножко горечи. В целом, аромат лучше, чем на вкус. Прям совсем вода водой. Мне кажется, даже эфес турецкий более насыщенный, чем этот чудо-напиток. Ну, горчинка, да. Она еще, причем, на таком надолгом послевкусе. То есть, она даже не сразу проявляется, а чуть позже. Но не надо забывать то, что все-таки Египет – это жаркая страна. И, наверное, там что-то такое... Не надо забывать, что это не пьющая страна. И делают они это все с расчетом на туристов. Сами это, скорее всего, не употребляют или употребляют в очень маленьких количествах. Чисто для жаркой погоды. Если тебе жарко, такой бокальчик, наверное, хорошо. Чего, легко зайдет? Да, да, это прям водичка. Да. Ну, лично для меня не хватает вкуса. Я такое пиво не очень люблю. Мне все-таки хотелось бы более солодового, может, даже немножко хмелья. Чтобы какой-то был вкус более насыщенный, побольше, поинтереснее. Не знаю. Ну, мне кажется, наверное, для таких не особо искушенных туристов это шикарный вариант, и думаю, что это пиво прям разлетается в Египте. Хотела сказать, как горячие пирожки, но это, наверное, не слишком актуально. Как горячие креветки. Что там, ну, горячая курица. Холодное мороженое, нет? Холодное мороженое. Разлетается как холодное мороженое. Если жара, то надо что-то холодное. Холодное пиво. Холодное разлетается, как холодное пиво, но это как-то странно. На то и расчет, чтобы ты быстро и приятно провел 5-10 минут за бокальчиком пива Ну, в целом, я вот немножко сделала побольше глотков И чуть распробовала, знаешь, может быть, это и не так уж и плохо, не так уж и скучно С учетом жары я сейчас просто представила, точнее вспомнила Хотя, что там далеко ходить, вспомнила У нас тоже сейчас 33 градуса, ну не прямо сейчас, а днем 33 градуса По сути, температура такая же, как в Египте И, наверное, не хочется чего-то сильно плотного или очень чего-то такого мощного А вот такой напиток можно и пропустить полстаканчика с удовольствием 8 градусов нас ждет впереди Нас ждет более что-то страшное Вообще странно, конечно, то, что они пиво делают, по-моему, 12 или 15 градусов Насколько... Это все рассчитано на туристов, я уверена Да Странно У них вообще национального своего напитка никакого нет Мы пробовали... Какой? Чай? А, чай Чай, кофе, мне кажется, наверное, не столько чай, сколько кофе Мне всегда кажется, это турецкий чай, индийский чай, вот они больше чайные Ну, в Египте тоже любят очень чай У меня сколько встречал больше нет Просто ты не проникся еще культурой, нам часто предлагают чаек Мне больше на кофе показалось Ну, кофе тоже, кофе, да, кофе тоже Такие больше кофейные ребята, чем чайные пьяницы Ну, да, я говорю, в целом неплохо Это у нас получилось, ну, условно, это 47 фунтов Условно, это получается где-то полтора доллара Ну, это в туристической, в самой туристической зоне Прям вот, да Я думаю, что если бы это где-то было в супермаркете чуть подальше То это было бы гораздо дешевле А если так судить, это где-то, ну, рублей 150 Если в рублях это, ну, такое Думаю, что даже поменьше, наверное Ну, больше 100 Ну, чуть больше 100, там, может, 130-140 То есть такое условное, недешевое пиво При этом, я так понимаю, что это одно из, как я уже сказала Один из самых популярных вариантов Потому что я, будучи в Египте 10 лет назад, это пиво тоже встречала Он, по-моему, был немножечко в другой Ну, как, у него была другая этикетка А так, по вкусу, это прям вот то же самое А мы, кстати, Стеллу не взяли, да? Стеллу, да, мы выпили по дороге Она не доехала до обзора Вот Стелла и Сахара Тогда вообще это было два варианта, которые можно было купить 10 лет назад Но это, опять же, не знаю Может, конечно, я была просто в таком месте Вот такого я точно не встречала Восьмиградусного, ничего такого не было Вот, и, насколько я помню, Стелла была гораздо хуже, чем Сахара И, кстати, сейчас оно так и получилось Мы там Стеллу, которую мы уже выпили, сравнивали И, мне кажется, Сахара поинтереснее У нее и горечка какая-то присутствует И профиль такой более солодовый, более яркий Потому что Стелла, конечно, совсем водичка Напоминающая, ну, какой-то там Миллер Я не знаю, что-то вот такое совсем в воду Только это не Стелла, а Артуа, как я сначала подурал Да, просто Стелла Без Артуа Без Артуа, да Да, кайфово Мне даже кажется, что сейчас оно как-то Я к нему больше прониклась, чем тогда, когда мы его попробовали Но оно сейчас хорошо охлажденное То есть оно прямо из холодильника 5 минут назад То есть вот здесь вот это, конечно, хорошо охлажденное Это всегда влияет на вкус Ну, согласна, что чуть-чуть не хватает солода Можно было докинуть чуть побольше Но в целом, что мне очень нравится Что нет никакого побочного привкуса или вкуса Какого-нибудь мокрого картона Или чего-то вот такого непонятного Вообще ничего такого нет Настолько, ну, какой-то простой, ровный напиток Без ничего лишнего Без ничего так говорят? Теперь говорят Без ничего лишнего Да, такое Но, опять же, да, надо учитывать то, что это, во-первых, на туристов А во-вторых, это для жары все-таки напиток Ну, для жары это хорошо Отлично Да, я, пожалуй, даже допью А вообще, когда в отпуске, все вообще по-другому воспринимается И еда, и напиток, и атмосфера На нас все еще налет отпуска, поэтому мы немножко такие На расслабоне А, мы на чили А бокальчики, на самом деле, это турецкие Мы медведь и олень Медведь и олень, да, у нас еще пингвин Пингвина сегодня с нами нет Мы это, знаешь, такие, это у нас пиво летнее, а звери зимние У меня в зимнее, видишь, такое-то... У меня тоже зимнее в шахте А напиток линь А напиток линь Винь, там, кстати, тоже зимний Это баланс, видишь, чтобы это был сбалансированный Напиток легкий для лета, но при этом напоминал тебе о том, что ты где-то есть холодок Кстати, кайфовые стаканы мне очень не зашли Они такие тяжеленькие Из-за такого крепкого стекла Я люблю все ронять, поэтому это как раз для меня И вообще напоминает немножко какие-то питерские бары Где ты приходишь и там дают не какие-то классические бокалы, не пинты, ничего Просто такие обычные прямые бокалы Но они, как правило, без рисунков идут Ну, так или иначе И 0,4 У нас все-таки 0,5 Но какая-то есть определенная ностальгия Да, здесь даже громовка есть Там она не 100% У меня тут у нас с веселыми всякими надписями Она не 100% попадает в объем, но, по крайней мере, это уже... Ну, как ты это понял? Если ты меряешь по бутылкам, то, может, эти бутылки не попадают в объем? Нет, я проверял много раз Надо взвесить, если это вода, по идее, нужно же должно висеть Как... Ну, граммы равны миллилитрам, если это вода Нет, ну, почему-то, если наливаешь, к примеру, там, 45 миллилитров То она где-то вот здесь Ну, понятно, что он соответствует Если ты наливаешь 0,5, то она где-то здесь Ну, а что у тебя не соответствует? Ну, потому что они вообще, смотри, меньше 100 А я целую бутылку налила Это у меня бокал кега Это такой, знаешь, этот бокал невидимого расширения Такой бутылку сюда налью, такой у тебя на донышке А ты знаешь, что есть синдром, не помню, как называется Но он синдром опустош... Пустого бокала? Не пустого, именно не пустого, а когда у тебя немножечко остается на дне пива И что? Ну, это страх, боязнь Не допивать? А? Не допивай до конца Не, не в этом заключается То, что когда ты наливаешь полный бокал, ты такой, о, у тебя полный бокал, ты счастливый такой У тебя полный бокал пива А потом, когда он начинает заканчиваться, ты начинаешь чувствовать то ли страх, то ли уныние Конечно, несчастные Грустно, где становится состояние И ученые прям буквально, я вот недавно читал, это было там, этому синдрому лет 9-10 Открыли ученые, и прям название там какое-то очень сложное И вот это синдром опустошения бокала, представляешь? Прям бокала с алкоголем? Да, с пивом Именно с пивом? Именно с пивом Да, с пивом Что же это за ученые такие открыли? Сейчас я в перерыве загуглю это название и прочитаю Я тебя не обманываю, правда такое есть Наверное, их совсем было нечего делать Они сидели в баре и думали, надо что-нибудь И открыли синдром Опустошающегося бокала Ну, я не помню Сейчас мы прочитаем Ты уже испытал грусть от твоего опустошающегося бокала? У меня же бокалы не видимого расширения У меня там литр еще Понятно, понятно Волшебные у нас, походу, бокалы Сейчас сделаю паузу, я загуглю, секундочку Опсинентный синдром Может, это опсинентный синдром? В мире это не то Блин, точно есть это Википедия знает, о чем говорит Она не в ту сторону пошла Лечение пивного алкоголизма Выйти из пивного запоя Чем дальше влезть, тем больше дров Вот, вот, вот Генос... Гено-си-ли-ко-фобия Геноси-ли-ко-фобия Да, это боязнь опустошения пивного стакана Я тебе говорю, есть такое Геноси-ли-ко-фобия Геноси-ли-ко-фобия Придумали американский доктор около 10 лет назад, вот видишь, я тебя не обманываю, есть такой синдром? А, вот там по-другому, сонофиликофобия, как-то так написано. Суть боязни в том, что человек сначала чувствует себя комфортно с полным стаканом пива, но по мере уменьшения уровня жидкости у него увеличивается чувство тревоги. Так что пейте из бокала... Подливайте все время, да, чтобы бокал не пустел? Чтобы у вас не началась киносиликофобия, чтобы у вас не началась. Какой кошмар. Итак, чтобы не поддаваться нам ксили... Соносиликофобия. Извините, пожалуйста, за то, что я плохо выговариваю это слово, а после 8-градусного, я думаю, совсем будет тяжело. Что об этом пиве можно сказать? Абсолютно ничего, кроме того, что они заявляют, что это премиум лагерь, бир. Тоже 0,5, кстати, это уже хорошо. 8% алкоголя. 8% алкоголя, можно сказать. И нельзя его пить за рулем и беременным женщинам. И алкоголь, между прочим, разрешен в 21-го года. Это важно. Так, ну, мы под все эти категории не попадаем, поэтому открывай. Что тут изучать? Пора наливать. Ты хорош, мне можешь много не лить, вряд ли я его допью. У меня больше получилось. У тебя пена как-то много получилось. Ты на себя правильно разлил? У меня должно быть вот тут по 200. По цвету, мне кажется, это... А у тебя, подожди, 100-200, у тебя уже больше. Он такой как будто посветлее и менее карбонизированный, по-моему, по количеству пузырьков, мне так кажется. Посветлее, ну, я бы сказал, что она чуть-чуть потемнее. Ага, у меня же тут рисунок, сорян. Да, может, это надо через прозрачную сторону стакана. Ну, все равно, мне кажется, чуть-чуть потемнее. Тут нам не сравнить уже в любом случае. Но солодом не пахнет, в отличие от сахары. Вот сахару разлили, прям даже здесь, да? Да, да, да. Не надо было принюхивать, такой аромат стоял приятный, такой солодовый. А здесь пока ничего нет. О, даже какими-то, как будто медом или травами какими-то. Ну, на пену немножко забивает, конечно, аромат, но это какой-то приятно, сладковатый, да, даже медовые ноты. Но солода я практически не чувствую. Я думаю, что, скорее всего, это будет вообще конкретная вода и сахара по сравнению с этим вариантом, наверное, будет прям хорошее пивко. Мне вот интересно, как здесь будет алкоголь. Будет спрятан он или будет выпирать? Слушай, ну, пока в запахе точно этого нет. Никакой спиртозности пока не чувствуется. Ну, и вообще, в принципе, аромат очень слабый и такой не ярко выраженный. Такой, конечно, сладковатый, какой-то как травянистый, медовый. Пробуем. Давай. Блин, ну, он такой на грани. Алкоголь вроде как есть, но при этом его нет. Но он немножко обжигает рецепторы. При этом только какая-то сладость. Ну, на финише прям чувствуется алкоголь. Вначале глотка прям, ну, такое очень мягенькое. Вообще нет вкуса солода практически. Ну, такой очень слабенький. Это же непонятно, что за напиток. Да, это как будто бы это и не пиво вовсе. У меня сейчас эти алкогольные пары дошли, видимо. Да, да, на финише прям мощный такой алкоголь. Такой портит вкус. Ну, лично, как я считаю, то, что алкоголь, да, перебор. Он не спрятан здесь, как хотелось бы. И для лагера это сразу вызывает какой-то дисбаланс. Ну, не знаю. Мне кажется, он такой не в стиле из-за этого. Слишком тяжелый. Тяжелый? Я не знаю. И как бы лагер, ну, как само по себе пиво достаточно подразумевает, что легкое. Да, а тут такой алкогольный финиш, очень спиртозный. Кажется, что как-то странно. Как будто водки подлили в это пиво. Дисбаланс какой-то возникает. Вообще странный вкус. Не скажу, что это вкусно. Я думаю, что если бы здесь было 4 алкоголя, а не 8, это было бы гораздо лучше. Потому что само по себе оно не противное. Нет никакого негатива в плане каких-то побочных вкусов. Солода не хватает немного, да. Не знаю, мне вот не нравится вкус. Он и не пивной, и какой-то вообще ни туда, ни сюда. Вот это странное, я даже не знаю, это какая-то сладко-горькая какой-то вот этот вкус. Ну, то, что он не пивной, да, я согласна. Странная штука. Не знаю, на кого-то рассчитано. Допивать не будем. Не, ну, понятно, что люди там не рассчитывали на бергиков, на каких-нибудь, чтобы кого-то чем-то удивить. Наверное, я думаю, здесь был акцент на градусах. Да, в общем, это был точно акцент на русских туристах. Вот дождь стоит уже. Да, не пейте водку. Ну, вообще, в жару, наверное, такой бахнешь в баночку такого пива, присядешь. Ну, просто самый главный вопрос, ну, зачем, зачем можно такое пить? И это еще не самый крепкий. Да, там было 15, это... Или 12, или 15, да, это, конечно, было совсем больше. Да, ну, если 8 такое, то я представляю, что 12 и 15, это, наверное, совсем плохо. С Сахарой все понятно. Даже Сахара, да, как пустыня, Сахара, там как раз идешь, наверное, утолить жажду, вообще кайфово. Мне кажется, Сахара довольно классический вариант. Классический вариант для, ну, как, для курортного какого-то района, да, это плюс еще максимально ассоциируется с Египтом, и, да, в этом есть какая-то каноничная такая история. Мне кажется, это здорово. С Сахара, в принципе, респект, пиво прикольное, это вообще ничь. Друзья, так что поедете в отпуск, вы должны обязательно съездить на море, покупаться, посмотреть на кораллы. Если, кстати, поедете на море, обязательно возьмите маску. Речь идет о Красном море. О Красном море, давай, обязательно возьмите маску. Там ее можно купить, но лучше ее привезти с собой, взять у друзей, как минимум они у кого-то захоронены. Кстати, для Египта, ну, по крайней мере, не знаю, может быть, нам повезло. Я уже 10 лет не была в Египте, и могу смело сказать, что они за эти 10 лет нормально так шагнули вперед, и у них стало все как-то более так поцивилизованнее, поинтереснее, покрасивее. Ну, опять же, мы были в Шар-Ма-Шейхе, это все-таки более такой курортный район, то есть там все заточено на туризме. Ну, понятно, так или иначе. Ну, в любом случае, путешествовать надо, отдыхать надо, на море съездить надо, ножки помочить, соли, искупаться, рыбок посмотреть, пиво попить, сахару. Рекомендуем вам сахару, но не рекомендуем вот эти всякие крепкие штуки, нафиг надо. Это дичь, выброшенные деньги. А у нас, кстати, в отеле было пиво, я вот потом здесь фотку покажу. Файвстарт, что-то такое. Да, Файвстарт, это пиво, мы его нигде не нашли. Это, наверное, отельный вариант. Чисто отельный вариант. Оно отличное, на самом деле, сколько были всяких этих... Да, оно лучшая феса турецкого, 100%. Прикольная, солдовая, немножко даже этого хмиры. Ну, купить его не удалось, так как оно нигде в продаже его не было, это было только вот такой вариант all-inclusive. Да, там можешь стелу купить, сахару, этот ханекин, еще что-то, по-моему, было. Вот оно такие стандартные. А это пиво нельзя было купить, но оно было прикольное. И причем оно было в бутылках 0,5, и тебе постоянно наливали из бутылки. Вообще прикольно. Вот. Так, ну что, друзья, если вы еще не подписались, обязательно подпишитесь на наш канал. Как вы видите, у нас все круто и интересно. Обязательно поставьте лайк, поддержите нас. Это нам всегда приятно и радостно, видеть от вас обратную связь. Ну и что мы можем вам пожелать? Отдыхайте, будьте на позитиве. Всем желаем посетить какие-нибудь интересные места. Езжайте на море обязательно, впечатление дороже всего. Не жалейте тренинговых впечатлений. И избегайте синдрома сонолекофобии. Соносолекофобия. Избегайте этого синдрома. Да. Всем рахмет! Субтитры сделал DimaTorzok